Я всех приветствую, дорогие гости и зрители нашего канала. Сегодня с вами, как всегда, Даниил и Макс. Сегодняшняя тема нашего ролика звучит как нельзя просто. У нас есть 10 ножей, все они до 10 тысяч рублей. В общем, в целом топ. Поехали. Итак, в 10 месте нашего сегодняшнего хит-парада совершенно неожиданный персонаж. Нож Грейв от NC Caster. Да, все верно, Максим Олегович говорит. Нож Грейв выполнен в данном случае у нас с накладками из МИ-карты, причем, которые очень круто затираются со временем. Конструкция Full Tank. В данном исполнении у нас Stone Ocean House 10. Нож сделан полностью в России. В общем и целом, в моей руке лежит очень хорошо благодаря уникальной рукояти. Спуски от середины. Ну, собственно говоря, высокая пробивная способность. Ну, а если быть уж честным, то мне, например, его исполнение холодного оружия, а именно Spectre, дается больше. Но чего у этого ножа не отнять, так это просто превосходных ножен, сделанных из Кайдекса. Интересный момент. Совершенно неважно, какой стороной вы помещаете нож в ножны, он все равно в них фиксируется отлично. Ну и для ношения предусмотрена дополнительная площадка из Кайдекса, на которую закрепляется ультиклип. Сам носил ножи на ультиклипе, сам прекрасно понимаю, что это такое, и это вообще очень-очень удобно в плане городского фикса. Итак, теперь немного критики. Ну, сложно не соглашиться с Даней в том смысле, что в качестве городского фикса отличное решение в плане ношения. То есть действительно грамотно исполнено и ножны, равносторонние, что добавляет на удобство, особенно если вы стоите слепую, посадите нож на место. Я сам фанат городских фиксеров, так что в этом смысле одобряю. Теперь минутка критики. Что мы своими тут имеем? Короткая достаточно рукоежка, которая даже в моей достаточно маленькой руке лежит, ну, не то чтобы прям удобно, потому что вот ухватиться им для каких-то работ, ну, вот форт возьми, ну, строгать им не думаю. Тенгальная форма, ну, а зачем она мне в повседневной жизни? Ну, правда, сведен он довольно конский, колотим, наверное, да, но я вот, например, у нее цель прокалывать машины соседским автомобилем, поэтому мне он ни к чему. Чем любителям центральных форм, легальных, находящихся в гражданском обороте, в свободном мастхэв, он харизматичный, он интересный, ну, с моей точки зрения, ну, откровенно, несколько бесполезный. Место номер 9. Сегодня у нас это Сиджарби Силакс. Сразу отметим, единственное ношение, которое к нему предусмотрено с завода, это так называемый неккэрри, то есть шейный нож. А сам он выглядит вот так. Фуллтанк с накладками из G10, которые, кстати говоря, съемные. Ну, на самом деле штука довольно неплохая. Но, опять же, меня конкретно напрягает то, что производитель с завода только вот этот шнурок вкладывает, никакой клипсы, никакого, тем более, там, теклока не предусмотрено. Возможно, удобно, если вы хотите почувствовать себя своего рода маугли. Что скажешь, Максим Олегович? Ну, тот факт, что на ножнах нет предустановленного лычклипа или, к примеру, того же Теклок, меня совершенно не напрягает. Есть ливерсы, их можно туда поставить и спокойно пользоваться. Что касается ножа, ну, мне нравятся высокие прямые спуски, мне нравится достаточно большая длина клинка, мне нравится монтаж, который позволяет его обслуживать. Ну, опять же, АРРПМ-9, в общем-то, порошок, пусть и простенький, за скромные деньги, на вполне себе таком, ну, на мой вкус, это все-таки полевая кухня прежде всего. Вот, им будет прекрасно и рыбку потрошить, и по продуктам работать, высокий прямой спуск, повторюсь, тонкий обушок. По мне, совершенно практичная, такая осмысленная вещь. Но в качестве полевой кухни не думаешь ли он, что все-таки немного тяжеловат? Нет. С собой в поход его будет брать немножечко накладно, то есть в такие вот... Походу-походу морознь, нет, вполне адекватно. Ладно, место номер 9. Пока Максим Олегович отошел попить водички, ну, вот хотите его снять одной рукой, да? Ну, вот как-то так вот это только получается, и это не совсем удобная штуковина. Итак, на восьмом месте нашего сегодняшнего хит-парада прекрасный ланцер от Хонор. Ну, сразу антитез за всему тому, о чем говорил изначально Даниил. В наличии у нас кайдексовые ножны с предустановленным теклоком, который позволяет носить себя под любым углом, что, несомненно, удобно. Вот, под любую ширину ремня. Ну, классический теклок, чтобы в своем исполнении. Отличный кайдекс, достаточное количество люверсов, чтобы носить его что-то горизонтально, что вертикально, да, что, в общем, вполне разумно. Ну, дальше давай я сам про сам нож расскажу. Это непосредственно ланцер. У него самый широкий клинок из всей линейки ножей Хона фиксированной серии, который у нас есть. Это непосредственно наш бренд. Накладки выполнены из G10, которая прошла еще и дополнительную шлифовку. То есть ничто нигде не цепляет руку. На обухе есть насечечка, которая сделана скорее декоративной, потому что палец держит, ну, держит. Но, в принципе, она скорее декоративная. Сведен он в 0,5 мм, может выступать в роли отличного пылевого кухонника. На этом сказывается вынесенная ниже линии рукояти линия режущей кромки, да и непосредственно вот этот подпальцевый упор. Работать как поварским хватом, так и молодочным, в принципе, достаточно удобно. Также есть темлячное отверстие, в случае чего вы можете спокойно продеть темляк. Ну, и тут уже добавлены проножные в один заворот с наплывом, чтобы спокойно доставать и вынимать нож из ножен непосредственно. Что самое интересное, на него сейчас действует скидка. Стоит он всего лишь 4 990 рублей. Советую прям подзадуматься, если бы хотели себе хороший фиксированный нож. Ну, скажи мне, Ленечка, ты этот нож себе как видишь? Как пылевую кухню, как туристический? Что это прежде всего? В моем понимании, это скорее какой-то универсал, потому что Д-2, в принципе, с термоциклом достаточно хорошо устойчиво к коррозии, хорошо режет. Тут может выступать и как туристический, такой пикниковый, как и пылевая кухня. Очень, по-моему, отличный. Потому что в противовес к предыдущему нашему номинанту, ну, у того и клиночек подлиннее сведен, он таки потоньше, и по весу он меньше. Но его как туристический ты забарковал. Как туристический тот, да. Только тот тяжелее. Ну, а этот как туристический, да. Подожди, я не понял, почему тот легче, но он не туристический. Ну, тут просто клинок понадежнее, на мой взгляд. Ну, слушай, это толщины обуха, они плюс-минус одинаковые. Оставим этот вопрос нашим подписчикам в комментариях. Ждем вашего мнения в комментариях. Седьмое место нашего сегодняшнего хип-парада занимает наш кубка от производителя «Город Горький». Соответственно, акрил, деревяха, Д-2. Классический такой финский нож за весьма скромный день. Сколько он сейчас стоит? 8600. 8600. Ножная классика на свободном подвесе. Зачем здесь этот дол? Не очень понятно, но общий. Для облегчения клинка первого очка. Для облегчения клинка вряд ли для добавления ребра жесткости, учитывая тонкий кончик. Надо отметить, что очень хорошо выполнен инбольстер, разокрил, подгонка изумительная, проставки имеют место быть. Сквозной монтаж. Да. Что весьма-весьма добавляет весьма толстый обух у основания, несмотря на то, что кончик сведен достаточно тонко. Весьма практичная вещь, понятная каждому. И в последнее время набирает популярность и ножи от этого производителя. И, собственно, почему он в этот топ и попал. Да, полностью подписываюсь под каждым словом. Добавлю еще насчет бойстера. То есть, если вот тут прям даже ногтем проводить, ни за что он нигде не цепляется. Что говорит нам о очень хорошей подгонке этого ножа. Также рукоять, выполненная из кавкорейской березы, имеет анатомичную 3D форму. То есть, прям идеальнейшим образом заполняет мою руку. Спуски от двух третей прямые. Что важно для многих, это не сканди. Это классический клинковый строй. То есть, есть непосредственно подвод, есть спуск, есть голомень. Точить будет удобно. Из-за дульки, которая располагается вот здесь, проточки вообще все миллиметры режущей кромки. Если точите на руках или точите там на заточной системе, вообще не важно. А D2 вполне себе неплохо закалит. Абсолютно жизнеспособный нож. Что хочу сказать отдельно про ножны. Ножны с практической точки зрения выполнены великолепно. Сидит он, как и положено, в финке достаточно глубоко. Доставить его двумя пальчиками тоже не проблема. При этом, понятно, никуда у вас не денется. Меня несколько смущает простота исполнения. С одной стороны, это хорошо, не добавляет цены. С другой стороны, вот конкретно на таких ножах мне бы хотелось видеть более художественные формы. По типу традиционной скаминераски. Да, добавить, так сказать, эстетики и духу. Это было бы хорошо. Давай этот вопрос тоже оставим нашим подписчикам. Насчет ножен. Или производителя. Да. Итак, шестое место, как правильно сказал мой коллега. Переход между склонными ножами и фиксированными ножами. Мультитул. Фуахул. Фуахул. Превосходный. Можно я? 235 грамм. 269 грамм. 18 функций. 18 функций. Давайте начнем с базового. Это селеэтерный клинок. Это напильник по металлу и дереву. Это обыкновенный клинок в наличии пила по дереву. Понятное дело, пассатижи без пружинки, что отдельным образом нравится лично мне. Такими пассатижами работают. Дальше. Тут есть набор отверток плоских, как часовая, так и обыкновенная. Есть открывашка для консерв и инструмент для снятия изоляции. Есть непосредственно ножнички, линейки. Дальше. На другую сторону переходим и имеем... Перекидную битку. Перекидную битку. То есть вы можете вообще сюда любую биту вставить, которая у вас есть, или вы можете ее отдельно докупить. В базе это идет вот такая крестовая и плоская отвертка. Что вообще еще нужно, особенно если учитывать, что он стоит на момент съемок... 4900 рублей за вещь, которую на самом деле по функционалу среднестатистический лазерман, особенно бюджетные книги, уделывает как бог черепаху. Абсолютно. Да, есть некоторые нюансы по подгонке, допустим, с хождением плоскогубцев. Но слушайте, за эти деньги это настолько смешные недостатки, на которые внимания можно не обращать. Ну, слушайте, великолепная подгонка, однорубкое открывание всех основных инструментов. И фиксация инструментов. Безусловно, надежная фиксация. А что нам еще нужно за эти деньги? Я вот на эту штуку ставлю как на бесконечный хит в текущей ситуации. Да, согласен. Единственное но, на мой взгляд, это отсутствие изначально чехольчика у него в комплекте. Ну, слушай, подокупить чехольчик за 300 рублей, вон у нас зашли в подсознительский перевод 23, строение 4. Они у нас лежат просто в ящике, 300 рублей, вы кордуровый чехольчик себе покупаете и таскаете его с тебя спокойно на поясе. Все. Надо брать. Я вот смотрю на людей, проходящих, Макс, и не понимаю, почему они такие грустные. Как думаешь? Ответ простой, Данечка. В ней не подписан на канал «Ножевые новости ножекола», в котором самая актуальная информация мимо ножей, а также скитка всем постоянным участникам чата 7%. Вот почему я такой счастливый. Место номер 5 в нашем сегодняшнем топе Сиджарби Калдера. Признаюсь, чисто моя прерогатива впихнуть этот нож в топ, но я считаю, что он абсолютно заслуживает здесь находиться. У нас широченный клинок из AR RPM 9, высоченные спуски, прямые, сведенные в 0,5 мм, есть чойл для того, чтобы держать нож вот таким образом, а для открытия используется несколько инструментов. Это отверстие в клинке, чтобы средним пальцем делать вот так вот, и непосредственно флипер. Вот он выпирает, на нем есть насечка, палец за него цепляется, и насечка есть на обухе. Отдельным кайфом лично для меня является рукояти этого ножа, выполненная из стальных лайнеров и G10, причем двухцветная. И у нас оранжевая версия, то есть у нас оранжевая ставка как на осевом винте, так и на накладках. Есть красная, есть зеленая, есть синяя, короче говоря, цветовых решений большое-большое множество. В руке сидит очень круто, даже учитывая его слабый пистолетный изгиб. Глубокая клипса черненая, на кармане нож будет абсолютно не видно, перекидывается на левую сторону. Ну и еще широкое темлячное отверстие. По мне так просто превосходный DC-шник, который отличнейшим образом будет резать колбасу, хлеб, да и все остальное. Ну, в целом поддерживаю коллегу. Нож мне, правда, нравится вообще любитель таких вот тяпочек, откровенно говоря. Вот этот хват добавляет удовольствия при каком-то таком резе, строганию, здесь отдельная выемка, то есть можно что-то упереться, там аккуратно построгать, или на какую-то тонкую работу проделать вполне смысленно. Монтаж открытый, то есть обслужить его промыть не составляет проблему, темлячное отверстие и необычные формы. Тоже, в общем-то, интересно. Позиция в топе для меня совершенно неожиданная, но имеет право на существование. Нож действительно удобный в качестве городского EDC, тем более такой слегка необычной формы, мне нравится. EDC – ежедневное ношение и использование. Если кто не знал. Everyday Carry. Четвертое место нашего хит-парада – ношвейер от Concept Knives. Двуцветная рукоятка из алюминия и микарты. Устаточно высокий спуск, толстый обушок с насечкой, вполне, кстати, функциональный, как и странно. Вполне осмысленная механика, глубоченная клипса, открытый монтаж. По-моему, по непонятным причинам пользуется популярностью у наших покупателей. Так, ну, я давайте… Ты все правильно сказал, я давайте выделю особенности данной конкретной модели. Что уникального? Это дуал-финиш на клинке, продольный сатин на голомене, на спусках, обухе, соответственно, у нас PVD-покрытие. Из интересных особенностей можно отметить, по факту это является бойстером, он же претином. Это претина, да. Да, но только вот они чуть больше стандартных. Если обычно у нас претин заканчивается вот где-то вот здесь, то здесь… Где-то 1,5-я, да. Да, 1,5-я конкретно сделали претинку. Лайнера остальные внутри имеют облегчение, сделанное методом штамповки. В осевом – керамика, на детенте – керамика. Клипсы, к сожалению, не переставляется на левую сторону. А в остальном – очень тоже классный нож, чтобы… Сколько он нынче стоит? Он сейчас стоит 6,830, по-моему. 6,450. 6,450. То есть нож, прямо скажем, в весьма такой средней ценовой категории. Почему нет? Нет, опять же, это не мой, не твой выбор, это выбирают наши покупатели. Собственно, покупатели, скажите, почему? Почему вы ее? Итак, бронзовый призер нашего сегодняшнего хит-парада. Нож Ронан Топ Бестэкмен. Ну, за исключением 14-го с Англиком на клинике, у меня к этому ножу вопросов нет. Неокрашенная G10, прекрасно работающая аксесс, работает, ну, слушай, он работает лучше, пожалуй, чем большинство бенчей, с которыми я общался. Глубоченная клипса, в которой есть только один вопрос. Что же вы, гады, сделали ее непереставляемой? Экси, замок удобный и правше, и левше. Под это подписываюсь. То есть все бенчи, те же самые вышеупомянутые, они всегда имели возможность перекидки клипсы на левую сторону, потому что замок можно назвать амбидекстерным, то есть что вы левша, что вы правша, не важно. Но возвращаясь непосредственно к модели Ронан. Клинок формы лепестка с двухсторонним шпиньком для того, чтобы его открывать, насечечка, ой, какая прелесть. Насечечка прям вообще. Он смотрится волшебно. По-настоящему летний ножик. По-настоящему летний ножик. Снова же облегченные лайнеры. Логотип стилизованный под там, логотип, ой, осевой стилизованный под логотип компании Bestechman. Превосходнейшая механика, просто превосходнейшая, которая обеспечивает нам керамические однорядные подшипники в усилом узле. Есть темлячный штифт. Блин, есть штифт. Я очень люблю, когда делают именно штифты, а не отверстия, потому что они не нарушают общую концепцию рукояти, но функционально это еще круче, чем непосредственно отверстие. Клипса на карман залетает. Как детки в школу. Вот хоть целый день можно так делать, все равно удобно. А насчет сэндвика, Макс, я так думаю, что сэндвика для большинства наших подписчиков и зрителей все-таки является предпочтительным, потому что за ним не нужно ухаживать. Это не ржа. С одной стороны, да, с другой стороны, я хотел бы что-нибудь подтверждение. Нет, перфорированные лейнера, облегченные. Нет, обалденно. Открытый монтаж. Ну, слушайте, что он должен находиться? Пять с чем-то. Сейчас скажу тебе точную цифру. Погоди секундочку. У нас он на момент съемок стоит 5,470, 5,5 тысячи. 5,470 за очень хорошо сделанный аксесс, высоченные спуски и легкий летний нож. Погоди, не забывай, что у него по цветовому решению еще вариантов 5 где-то точно есть. То есть на любой вкус цвета жил. Лично мне вот неокрашенная Микарта очень много. Микарта, господи, неокрашенная для действия. Все, я заговариваю, заговариваться на теле. СМЕХ Серебряный призер нашего сегодняшнего топа. Нокс Фантом. В нашем обзоре на ножи компании Нокс, который называется «Почему их попают?» Хиты от Нокса. Мы говорили, что Нокс использует на АОС-8 покрытие черное, а вот на Д2 не ставят. Берем свои слова назад. Здесь используется Д2 с черным непосредственно покрытием. Может быть, мы без тебя услышали? Да, может быть. Хотя на самом деле модель производится достаточно давно. Спуски прямые, сведенные в 0,5 мм. Клинок больше 100 мм длиной. Осевой откручивается с помощью плоской отвертки или же монетки. Используется лайнер-лок с насечкой и двухцветная G10 на рукояти. Это рыжий, черный. И сама общая цветовая палитра на ноже, ну, является законченной, на мой взгляд. Он хорошо себя показывает. Очень интересное двойное темлячное отверстие в бэкспейсере, которое не мешает удержанию ножа. И тут тоже есть насечка, наверное, вот под такой вот обратный хват. Ну, скорее всего. Ну, правое слово, при всем моем восторге, потому что делает Нокс, конкретно этот нож, ну, мне в качестве городского не очень понятен, потому что рукоятка достаточно угловатая, цепиться за нее, ну, довольно сложно. И тем не менее, лайнера инфарированные, облегченные, механика вполне себе осмысленная, насечка под палец тоже функциональная, монтаж открытый, клипс, как всегда, достаточно мягкая. Для любителей больших ножей рекомендуем. И что-то возьми, вы обратили внимание, что у нас сегодня в обзоре еще много рыженьких. Рыженьких вон ух... Да, рыженьких мы любим. Мне вот еще, знаешь, что интересно? Есть у него отверстие. А, и отверстие, кстати, в клинке работает в качестве. Да, вот, спокойно. Берешь, делаешь, и даже большим пальцем тоже, вообще без каких-либо проблем. Наверное, да. Да, работает. Отверждаю. Золотая позиция нашего сегодняшнего топа, друзья. Ну и что, на первом месте у нас в Нинче нож Традишнл компании Артисан. Понятный выбор покупателей, да и нам, в общем-то, нож этот очень даже нравится. Отличная механика, высоченные спуски, осмысленная абсолютно. Д-2, G-10, темлячное отверстие в бэкспейсере, опять же, как вот Данечка любит у нас в таком исполнении. Клипса достаточно глубокая, по мне так весьма мягкая. Открытый монтаж. Ну, слушайте, весь вес в рукояти. По большому счету, когда ножом работает, вес его не чувствует, хотя нож достаточно крупный. Сведение, ну, для ножа такого формата, мне кажется... 0,6. Более чем осмысленный, то есть он не хрупкий и в то же время достаточно резучий за счет высоких спусков. Мне очень нравится. В качестве городского ножа для меня, наверное, было бы крупновато. Но в целом люди разные, руки у них разные, команды тоже. А учитывая его ценник скромный, переставляемую клипсу и все остальное, слушайте, а что еще можно хотеть от ножа в этой ценовой категории? 5,880, если быть точным. Подписываюсь под каждым твоим словом. Рукоять имеет слабый пистолетный изгиб, две подпальцевые выемки. Все, вот при фехтовальном хвате сидит просто как плитом. Молоточный, ну, в данном случае у меня немножечко все-таки некомфортно. У меня рука поменьше дейка, а вот мне, я говорю, рука поменьше. Не, мне абсолютно норм. А мне вот чуть-чуть все-таки не та сама. Но носичка сделанная на G10. Простенькая. Простенькая, карман не убьет, но при этом добавляет к удержанию. Да, цепкости. Хотелось бы, конечно, носичку еще на обухе. Ну, вот-вот-вот просится. Согласен. А в остальном превосходная рабочая лошадка за 5,880, повторюсь, на момент съемок этого видео. Очень классный выбор и понятная золотая позиция. А на этой акнестической ноте, дорогие зрители, подписчики нашего канала, мы заканчиваем наш ток ножей до 10 тысяч. Да. Пишите свой вариант этого тока в комментариях. Сравним наше мнение. Сходится оно или расходится, конечно же. Пишите, почему вы считаете, что тот или иной нож должен быть в позиции топового ножа до определенной суммы денег. Ну и непосредственно мы всегда рады вашему мнению. В комментариях. Всем легкого реза. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok